Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы обсуждаем тестостеронный антат. Не будем обсуждать, соответственно, всю длину, как я работаю с длиной препарата, чтобы было всем понятно, да? Так как огромное количество различных препаратов ежедневно использую, я все равно перестраховываюсь, открываю справочник по фармакологии, смотрю длину распада, полураспада, полуведение, кому как больше нравится препарата. И в зависимости от длины полуведения того или иного препарата, в зависимости от анализа каждого пациента, соответственно, мы рассчитываем, ну, так скажем, тот ровный фон, который мы хотим получить от препарата. Ну и по его количеству. Единственное, что когда дозировки у профессиональных атлетов выходят за грамм, там уже какого-то смысла такого держать супер ровный фон нет. И с этим проще. Чем ниже у вас дозировки, тем ровнее у вас должен быть фон. Вот, соответственно, тем чувствительнее, ну, вот эти вот для вас будут вот эти перепады, да, в метаболизме. Значит, что хотелось бы сказать перед приемом тестостерона и антата, так же, как перед приемом других видов тестостерона. Вам необходимо сдать кулограмму. Вам необходимо сдать ТТГ, Т3, Т4. Вам необходимо сдать обязательно парадгормон и Д3. Вот только сегодня я принимал пациента, который на этом погорел. И выяснили, что у него проблемы с щитовидной железой. Также, конечно, кальционизированный. Кулограмму я назвал. Опять же, если вы хотите прям хорошо набирать, нужно понять, сколько готов по-настоящему взять ваше поджелудочное и кишечник. Это анализы на липазу и ластазу. И панкреатическую в каре лучше посмотреть. Гермент поджелудочный. Значит, дальше индекс HOMO-IR мы смотрим обязательно. Это индекс, показывающий соотношение глюкозы и инсулина. От этого отталкиваемся. И примерно понимаем, насколько у нас всасываемость кишечники, насколько кишечник готов принять. На курсе мы будем уже смотреть показатели общего белка, в первую очередь, и, конечно, инсулина и глюкозы. И понимать, насколько кишечник хорошо забирает белки, и насколько он хорошо забирает глюкозу, да, и насколько нужно повышать углеводы до безопасного предела. Далее, дорогие друзья, соответственно, когда мы оцениваем углеводы, мы должны оценивать рост инсулина. Инсулин не должен превышать 10-ти отметочку, потому что все, что выше 10-ти, мы уже как рост инсулинорезистентности отмечаем. Вот недавно пришел молодой человек, он увеличивал углеводы на курсе, но не набирал, и потом еще начал и терять на курсе, да. Ну, конечно, он там не прибавлял. Понятно, что есть категория спортсменов, кто начинает прибавлять дозировку, компенсировать фармакологией, но это все равно имеет свои пределы. Вот, и он видит, что он не добавляет. Пришел ко мне, и мы выясняем, что у него генетически детерминированный диабет, что у него есть панкреатит, да, он не сделал УЗИ брюшной полости перед курсом, и просто-напросто у него было там 4 грамма углеводов на килограмм тела, и, ну, просто поджелудочное не выдержало, да, с учетом того, что у него там в семье есть диабетики. То есть, вот, пожалуйста, яркий пример. Поэтому это очень плохая идея на курсе не следить за глюкозой и инсулином. То есть, нужно смотреть, если у вас остается лишний сахар, значит, вы этот сахар не усвоили. Если у вас сахар 6, а вы добавляете 4 грамма углеводов на килограмм тела, ну, явно лишнего остается. А бывает, что у вас сахар поднимается в течение дня очень высоко. То есть, у вас, допустим, там 19 глюкозы, да, вот у меня был тоже пациент с такой направленностью. И какой смысл вам еще употреблять углеводы, если у вас в течение дня сахар повышается до 19? Это очень много. И, естественно, это говорит о том, что этот сахар, он свободный, то есть, он в свободном полете находится, он не внутри клетки. И никакого запаса глюкогена там, ну, в нужном количестве, в бодибилдерском таком, да, чтобы это все пицуху вашу огромную растило, этого просто нет. Вот, дорогие друзья, конечно, контроль эстрадиола и даже пролактина, на мой взгляд, необходим, потому что, повторюсь еще раз, как в других видео я говорил, что бывает такое, что люди пролактиному, аденому гипофиза находят только на курсе. Ну, такое бывает. Человек не сделал МРТ гипофизы, и вроде дорого. Но вот если вы видите, что на курсе уже растет пролактин, нантата, что, ну, не совсем характерно для препарата и нантата, то лучше сделать, соответственно, МРТ гипофиза. Ну, уж я молчу о том, что лучше и пролактинчик-то все же опустить. Вот. Бывает, опять же, не забываем, и на курсе суставного такое может быть, и на курсе и нантата такое может быть. Здесь, соответственно, повышается ПСА. Вот. И о повышении ПСА я, наверное, сниму отдельный выпуск. Это повышение предстательного антигена. И мы это дело обсудим. Опять же, бывает такое, что мы думаем, что он поднялся на курсе, мы просто до курса не мерили. Может быть, он был до курса такой высокий. Поэтому я все-таки за то, чтобы до курса знать анализ ДГТ, знать анализ ПСА и, соответственно, уже понимать, с чем мы имеем дело. Потому что низкий тестостерон, это не равно низкий ДГТ. Вот. Значит, вот такая вот первичная информация вам об нантате. И еще раз повторюсь, что вот рассчитывать дозировку и нантата, как часто его колоть, это отдельный разговор, исходя из вашего анамнеза. И анализы на холестерин и кулаграмму здесь, на мой взгляд, будут первичны, конечно. Потому что это первое, что дает свои побочки, может быть, даже в первый же месяц. Самое яркое такое. Ну, эстрогены тоже следует последить. Я лично резюмирую то, что не люблю и нантат, из-за того, что сложно, неудобно тоже, как и с установом, рассчитывать его дозировки и степень, ну, так скажем, вот этих вот пиковых активностей, ямы так называемые. Но, опять же, это сложно, это не значит, что невозможно, ну, просто неудобно и сопряжено очень часто с трудностями пациентов, в том числе и с психологическими, что люди пропускают инъекции. Но, опять же, если вам нравится, если вы знаете, что вы не пропускаете препарат, да, инъекции препарата, пожалуйста, вы можете его использовать. Для людей, кто хочет превентивно улучшить свой, так скажем, общий тонус, да, я не вижу никакого смысла в применении тестостерона и нантата, так как такие люди, как правило, очень мало занимаются, они все же, ну, мы говорим о взрослой публике, это, как правило, люди, кто просто хочет, да, сесть на курс с целью повысить психологическую активность, как я уже снимал, смотрите, выпуск, для чего люди употребляют тестостерон успешно и так далее. Вот для того, чтобы тестостерон просто вас слегка ободрил, да, и, так скажем, приподнимал общий уровень жизни, на мой взгляд, оправдание использовать цепионат, он подлиннее, инъекции цепионата попроще рассчитывать самостоятельно, вот, и более предсказуемо становится поведение цепионата в пролонгированном виде, когда мы знаем анамнез пациента, ну, или пропионат, но, опять же, для большинства частые инъекции – это проблема для новичков. Если вы профессионал, вы можете использовать, ну, любую длину эфира, вы с ней справитесь, это безусловно, поэтому, еще раз повторюсь, видео для новичков, и профессионалы, кто годами сидит на стероидах, так скажем, они по-своему рассуждают, я встречал и тех, кто говорит, один раз живем, ну, то есть, из разряда я не делаю никаких анализов, и вот у него собственный какой-то взгляд на то, что он только эстрогены померил и прочее, поэтому вот этот вот профессионализм, он, конечно, всегда в кавычках, вот, и если говорить о полноценном здоровье, нужен минимум анализов, я вам перечислил, и нужно их всех учитывать и ими жонглировать. Еще раз напомню, что уровень Д3, парад гормона, и, соответственно, кальция инизированного тоже нужно обязательно учитывать. Если у вас на курсе инантата очень сильная, избыточная задержка жидкости, прям глобальная идет, что тоже не характерно для этого препарата, иногда я делаю ренино-альдостероновую пробу, смотрю, как работают почки, да, и гормоны почек. Иногда причина находится в этом тоже, как сопутствующее заболевание, которое мы упустили. Дорогие друзья, с вами был доктор Крацов, если вам вот такая вот экспресс-быстрая информация «Голопом по Европам» понравилась, и вы хотите больше узнать о применении фармакологии в спорте и просто для жизни, для, так скажем, увеличения уровня жизни общего, без каких-то экстремальных наборов мышечной массы, или, наоборот, вам интересно, пишите набор экстремальной мышечной массы, мы это разберем, вот. И, соответственно, обсудим все необходимые детали. Напишите мне, какие вы анализы сдаете обязательно на курсе в комментариях, и, может быть, вы как-то расширите. Мой список, конечно, он имеет только базовые какие-то значения общие, и детально можно с каждым пациентом проговаривать какие-то свои нюансы. Спасибо за внимание, да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok